Всем привет! С вами Пельсинчик ТВ. И сегодня мы будем снимать фильм. Который? Мой фильм. Спросите вы какой? А вот такой, который я буду сама озвучивать. Я буду сниматься одна, сама. Одна, сама. А я с тобой. И я буду озвучивать, короче, в конце узнаете, что. Всем пока! Ой, то есть, смотрите дальше. Я перепутал слова, сорян. Это был обычный вечер. Девочка сидела и пила чай. И смотрела свои сообщения, фотики, спойлеры, группы, которые приглашали заявки в друзьях, сообщения, свою группу и так далее. И уведомления. Но вдруг ей пришла смс-ка. Она ее прочитала. Привет. Там было написано привет. И больше ничего. Она ответила. Написала незнакомому номеру. Привет. А ты... А вы кто? Почему вы пишете мне ночью? Ой, вечером. Ей пришла опять смс-ка. Он написал. Поиграем? Она написала. Отстаньте вы сумасшедший номер или как вы там. Загадка, не важно, кто вы там. Отстаньте от меня и все. Какая удача. Он отстал от нее. И больше не присылал ей смс-ки. От этого ей стало дурно и она побежала в ванную. Она побежала в ванную и ей стало дурно. Девочка пришла в ванную. Она подошла к умыванию и стала умываться. Но потом, через мгновение, когда она умылась, она увидела незаметное пятно на зеркале. Девочка сказала. Почему из зеркала появилось пятно? Какая? Что ты смотришь, Петя? Его же там не было. Но откуда оно взялось? Потом это пятно внезапно, как ластик, стерся и не исчез. Девочка уже стала не по себе. И она позвонила своей сестре. Алло, Наль. Алло, Алина. Привет. Может быть, ты придешь ко мне? Алина ей ответила. Нет, не могу. Меня мама не отпускает. Девочка спросила. Почему? Алина сказала. Меня мама не отпускает, потому что я наказана. Девочка спросила снова. А за что? Ее сестра сказала, что я украла у своей бабушки какую-то там штучку волшебную и вызвала духа. И теперь он к тебе пришел. Алина, как ты могла? Если бы... Если ты не знала, что это за штука, не могла... Нельзя... Если бы ты не знала, что это за штука... Ты знала, что это за штука? Алина ей ответила. Нет. Тогда ей надо было брать, если не знали, что это за штука. Правда. Алина ей сказала. Да, ты права. Ой, мама запалила, что я с тобой... Все, пока не могу. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Алина, Алина, алло! Стой! Блин, они ко мне от телефона добрали. Блин. Девочка пошла в спальню спать. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Она пришла в спальню, разделась, она разделась и легла спать. Коток, а кто это по смазке? И вдруг девочке опять смс-ка пришла. Я так просто от тебя не отстану. И вдруг позвонил этот незнакомец. Девочка взяла трубку и спросила, а точнее сказала, «Алло, алло!» А в ответ ей была тишина. Она сказала, «Зачем вы мне звоните в одиннадцать вечера?» И ей ответил этот монстр, «Я хочу тебя убить, чтобы ты стала как я!» «Я хочу быть с тобой навеки!» Девочка от страха чуть не описывалась и бросила трубку. От страха она чуть не успела пикнуть. От страха она вместо пиканья, она пукнула. Но она заснула. И вдруг этот монстр пришел к ней и сказал ей, «Твое время вышло. Готовься умирать!» Девочка про себя говорила, «Уходи от меня! Уходи! Уходи!» Она стала плакать от страха. Она не понимала, что происходит. Она же ничего такого не сделала. Она плакала всю ночь. «Уйди от меня! Уйди от меня! Призрак! Или кто-то там!» «Перевет, нечестный брат офицер!» Призрак ей в ответ говорит, «Не плачь! Скоро твоя расплата придет, и ты отправишься в другой мир!» «Я не хочу в другой мир! Я хочу здесь жить!» «Оставь меня в покое!» А в ответ призрак говорит, «Не ори на меня, а то умрешь!» Девочка стала плакать все сильнее. Призрак ей говорит в ответ, «Не плачь! Скоро твоя расплата придет!» Девочка сказала в ответ, «Хватит мне это говорить! Я уже знаю, что моя расплата скоро придет!» Призрак ей в ответ, «Я иду! Прячься!» Девочке некуда было прятаться, так что она просто спала. Она просто тупо, напросто спала, пока не пришел он. «Твоё время вышло!» «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у!» «Её убили!» «Когда родители пришли к дочке, то они увидели кое-что, что заставило их плакать. Они видели заплаканное лицо дочки Вырванные глаза Надежда на подлескаке И не поняли Что это дом сумасшедший И они переехали А дочку похоронили Они без нее не могли прожить Спустя 50 лет Они ее забыли И все сложилось Они постарели Потом умерли И все Конец